Продолжаем выпуск. Гражданам России разрешат собирать валежные поправки в лесной кодекс. Уже приняты и с нового года. Поваленные деревья можно пилить и отправлять в печь. Какие правила по заготовке хвороста и дров пока еще действуют? И что изменится, выяснили мои коллеги. За соком приходил. Да, он постоянно хожу по лесу и говорю, сколько дров лежит. Сегодня единственный повод Алексея похода в лес – березовый сок. Его набирают в банки, бутылки и канистры. Если раньше, пока сок наливается, Алексей собирал валежник. Сегодня просто гуляет по лесу. Если можно было бы брать бесплатно, то есть, получается, проехал бы, напилил бы. У меня хоть дома и газ, а в баню спокойно все уйдет. Валежника в болотницких лесах предостаточно. Далеко ходить за ним не нужно. Он в шаговой доступности от сел. Для населения это дрова, для леса – отходы. Селяне, имеющие и так небольшой доход, вынуждены покупать дрова. А власти, отвечающие за пожарную безопасность, тратят деньги на очистку местности от лесного хлама, который впоследствии просто сжигают. Законодатели предложили избавиться от неоправданных затрат и разрешить гражданам беспрепятственно собирать хворост. Поправки к лесному кодексу уже приняты. И с 1 января 2019 года будет новый порядок отпуска, получения населением Валежника. Для того, чтобы закон вступил в полную силу, заработал в полном объеме, необходимо поработать сопряженные с этим законом документы. Законы будут приниматься как на правительственной Сибирской области, так и в законодательном собрании. Я уверен, что законы оперативно пройдут проработку, будут представлены и будут уже приняты с учетом интересов населения Новосибирской области. Интересы населения это бесплатно, неограниченное количество, без каких-либо заявлений и разрешений. Поправки вступят в силу с 1 января 2019 года. Разумеется, сбор Валежника не должен быть прикрытием лесосечных работ. Очень рад, если честно. Вот так вот можно будет действительно приехать, напилить прямо здесь же и увезти. А дома будет все гореть. Зинаида Мельникова, Сергей Филонов, Новости ОТС.